Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Сегодня рассмотрим вершину анонсированной в блоге разработки новой немецкой ветки линкоров – Шлиффен. Корабль очень интересен, странный, смысл которого так просто не понять. Назван корабль, видимо, в честь графа Альфреда фон Шлиффена, прусского генерала-фельдмаршала, начальника германского штаба с 1891 по 1905 год, автора так называемого «плана Шлиффена», по которому он намеревался в Первой мировой войне разгромить Французскую республику и Российскую империю. Но там не все пошло гладко, в частности, наступление русской армии в Восточной Пруссии сорвало коварный план. Позже, во Второй мировой войне, разработки плана Шлиффена использовались для быстрого разгрома Франции. Оценки плана Шлиффена до сих пор являются предметом споров гражданских и военных историков. А адекватная оценка одноименного корабля в нашей игре тоже явно будет весьма спорной, так как это вроде бы линкор, а вроде бы и не совсем. Но прежде чем мы перейдем к ТТХ, стоит отметить, что они еще могут измениться. Так, боеспособности у Шлиффена всего 70 600, что просто смешно на фоне Курфюрста и его 105 800. Даже у Бургуни боеспособности и то больше. ПТЗ всего 23%, еще меньше, чем у Курфюрста. С броней тоже все не радужно. Носовая и кормовая палубы имеют броню всего 27 мм, что значит, что через эти места нас смогут пробивать в цитадель многие линкоры. Впрочем, остальные элементы брони вполне себе неплохие. Тут и носовой бронепояс по 60 и 100 мм, и палуба 50 мм, и борта по 150-350, и цитадель под водой. Но крайне слабая броня носовой и кормовой палубы в сочетании с очень маленьким запасом боеспособности делают Шлиффен весьма и весьма плохо живучим. Ситуацию усугубляет то, что у него в базе всего 3 хилки, вместо стандартных 4, как у того же Курфюрста. И поэтому, если нам точить корабль в ПМК, то придется либо жертвовать суперинтендантом и играть с тремя хилками, либо как-то ослаблять ПМК-сборку. А вот что у Шлиффена мощное, так это ПМК. Оно мощнее, чем у Курфюрста, причем ощутимо. Правда, уже нужен перк-инерционный взрыватель. Так, 150-мм орудий тут больше, чем у Курфюрста, в два раза, 16 против 8. Другие орудия имеют калибр 105 мм, вместо 128 у Курфа, но зато их 24 вместо 20. И вот для них-то и желателен инерционный взрыватель. Дальность стрельбы ПМК, как и у Курфюрста, то есть в полной прокачке 12,5 км. Это реально очень мощная ПМК, но проблема в том, что для его реализации нужно подходить ближе, а у нас мало боеспособности и плохая броня. Правда, есть ГАП, как и у Курфюрста, что существенно облегчает подход к точкам. Так что можно сказать, что первая яркая фишка Шлиффена это его плохая живучесть, вторая – очень мощная ПМК, а третья – это шикарные торпеды, которым позавидуют даже некоторые эсминцы. 16 мощных торпед с дальностью хода 13,5 км и незаметностью 1,2. Но правда, скорость торпед всего 50 узлов, а перезарядка – долгущие 160 секунд. Такие торпеды можно более-менее неплохо реализовать на инвизном эсминце, который может кидать их из инвиза с близкого расстояния, но не на линкоре с маскировкой 12,6 в полной прокачке. Кстати, как видите, маскировка здесь очень хорошая. Но торпеды по большей части дико рандомны, и считать их каким-то серьезным оружием явно не приходится. Разве что в клинче на схождении, в ближнем бою они, конечно же, помогут. С больших же дистанций пускать такие торпеды – это как выбивать Миссури через лутбоксы. Четвертая яркая фишка Шлиффена – это его скорость. С флажком 35,8 – это очень круто. Переходим к главному калибру. Здесь всего 8 орудий калибра 420 мм, с перезарядкой 24,6. Дальность стрельбы – только 20 км, а корректировщика, в отличие от Курфюрста, нет. Еще и Сигма – 1,7. 8 орудий с Сигмой – 1,7. В общем, главный калибр здесь такой себе. Складывается ощущение, что на Шлиффене скорее основные орудия – это ПМК и торпеды, чем главный калибр. ПВО по цифрам вроде как неплохое, и по портовым попугаям даже чуть лучше, чем у Курфюрста. Но вот дальность дальней ауры всего 5,2. И это, конечно, очень печально. АВИК будет такой линкор кушать с аппетитом. В итоге получаем весьма странный линкор. С одной стороны у него мощная ПМК, но если корабль собирать в это ПМК, то живучесть будет просто ужасная, так как будет всего 3 хилки и плохая маскировка. Что в сочетании со слабой броней и малым количеством боеспособности уже выглядит ну просто несерьезно. Если же собирать линкор в какие-то смешанные сборки, тогда ПМК будет уже не такое крутое, но зато за счет высокой скорости и отличной маскировки корабль сможет играть от внезапных врывов, которые он сможет проводить реально эффективно за счет торпед, ПМК и ГК. Главное это постараться выжить после такого врыва. Играть от настрела из ГК с дальней дистанции тоже не вариант с таким слабым и косым главным калибром. От торпед не поиграешь тоже, слишком они рандомны и долгая перезарядка. В итоге я пока вижу или тупое упарывание с ПМК и билетом в одну сторону, либо более рациональная, смешанная сборка для коротких внезапных врывов. Это уже кажется более интересным и эффективным, а насколько такая тактика будет оказывать реальное влияние на бой, покажет практика. Пока же все это выглядит довольно сомнительным на фоне других линкоров, но очень интересно, так как у Шлиффена есть действительно яркие фишки. Буду продолжать следить за линкорами новой немецкой ветки и оперативно вас информировать обо всех изменениях. Подписывайтесь и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджедай.